привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу вам рассказать о том как получить нам крупный корневой сельдерей сеяли мы наш сельдерей в середине февраля сейчас у нас середина июля а высаживали в открытый грунт в середине мая первое самое главное конечно семена мы сели вот такой вот сельдерей королевская ночь максимальный размер ну как бы производитель нам обещает хороший урожай этого сельдерея нашем канале выходил ролик про корневой сельдерей поэтому я оставлю ссылку на данное видео кому будет интересно вы можете посмотреть его во вторых это конечно же вырастить крепкую хорошую рассаду сеем ее в середине февраля сперва можем посеять ее погуще соответственно какую-то общую емкость но затем обязательно рассаживаем так пореже хотя бы сантиметра два три чтобы у нас было между растениями друг от друга и тогда у нас сельдерей именно будет хорошо расти именно в стадии рассады высаживаем когда у нас уже уйдут возвратные заморозки ну для нас это где-то середина мая потому что все равно каких-то сильных таких заморозков сельдерей боится небольших заморозков можно его прикрыть и у нас переживет их от сильные заморозки его могут погубить третьих это конечно на самой грядки когда мы осуществляем его высадку ответе стараемся ему уделить побольше места тут один идет второй третий лет через 25 наверное сантиметров не так вот растут то есть любит он простор такое хорошее чтобы ему было предоставлено вакантное такое место и тогда он конечно будет хорошо расти поливать его особо сильно не нужно то есть как бы следим за почвой но нет не осуществляем такой сильный полив то есть не переливаем не переувлажняем грунт также вот смотрите когда у нас нарастает вот этот вот самый корень листочки которые уже как бы сельдерею не нужны ведь они вот так вот как бы сказать расползаются разделяются на две части мы их обрезаем просто берем выстрекаем сейчас я все это конечно выстригу то есть вот это уже не нужно тоже лишнее то есть выстригаем а вот эту вот макушку полностью мы и оставляем вот это у нас зеленая фабрика которая позволяет нам получить затем этот крупный корень кто-то говорит что нужно еще вот эти корешки срезать вот эти вот все которые с боков но я этого ничего не делают как он растет так и растет только вот убираю вот эти вот боковые листочки которые уже как бы отработали но кто-то говорит что нужно как-то здесь оголять вот это вот все выстрекать но я думаю что это даже может быть и лишнее посмотрим пока обходимся только удаление вот этих вот отработавших листьев вот сейчас прямо при вас буду делать это то есть берем просто вот так вот отстригаем 1 2 все вот мы убрали его и также здесь раз и здесь раз все и следующий у нас будет проветривание и видите как сразу прям стал наряднее наш корень сельдерея даже стал немножко крупнее вот такой вот внешний вид у нас приобретает сельдерей но сейчас также пройдемся по остальному ну конечно покажу вам результат а вот так вот у нас цветет сельдерей который у нас перезимовал мы его пересадили на грядку не получать это листовой сельдерей который рос у нас в прошлом году на второй год вот так вот цветет такое цветение клуб оставили его не знаю зачем растет и цветет может быть какие-то семена завяжутся общем это листовой сельдерей вот так вот у нас стал выглядеть наш сельдерей с другой стороны даже лучше можно заметить эту какую вот так вот реже его садим конечно обрезаем эти ненужные листья которые смело можно использовать как приправу нужных также вымыть посушить можно приготовить какое-то блюдо добавить их к мясу в общем все у нас идет в дело неизвестно конечно что нам преподнесет погода в будущем но пока вот такие вот вполне себе хорошие результаты мы посмотрим что будет дальше но всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего